Долька! 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 Друзья, я хочу выпить за Витю. Не скрою, я очень ревновал свою единственную дочь ко всем ее ухажерам. Мне почти никто не нравился. Ну, конечно, решение принимала она, и мой голос лишь совещательный, а она была еще придирчивее меня. Ну, вот когда появился Виктор, я сразу же понял, вот с ним она будет счастлива. За тебя, Витя. Спасибо, Василий Михайлович. Горько! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Твоя надзирательница снова тебя потеряла? Просто поздно уже. Каждый раз с тобой забываю о времени. Ничего, есть кому напомнить. Ну, я люблю тебя. Люблю. Люблю. Безумно-безумно люблю, кисонь. Не называй меня кисонь. Это твое прозвище. Я его для тебя придумала. Хорошо. Больше не буду. Кисонь. Ну, почему, 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 почему? Ну, все, Ань, все. Нет, не все. Не все, кисонь. Все будет тогда, когда ты от нее уйдешь, и мы будем вместе. А я тебе сына рожу. И вот прям уверена, что нашим первым ребенком будет сын. Ань, ну, ты опять начинаешь. Ну, я же говорю, сейчас не время. Она недавно пережила смерть отца. Ей трудно, понимаешь? Ну, я не могу ее оставить. Ах, ей трудно. Зато мне легко. Мне легко, кисонь. Имей в виду, если ты ей сам все про нас не расскажешь, это сделает кто-нибудь другой. Ну, все, я побежал. Да, дорогая. Вить, ты долго не отвечал? Что-то случилось? Все хорошо. Просто пришлось вернуться в офис, забрать документы. А завтра утром встреча у клиента. А телефон забыл в машине. Ну, слава богу, а то я уже начала волноваться. Я еду, а волноваться в твоем положении категорически нельзя. Я уже взрослый мальчик. Ну, что со мной может случиться? Но все равно не гони, а езжай осторожно. Что купить к чаю? Могу привезти твой любимый темный шоколад. Или взять каких-нибудь фруктов для маленького. Ничего не нужно. Просто езжай домой. Мы тебя очень ждем. Хорошо. Скоро буду отсюда. Ну, вот и я. Привет. Привет. Может, днем гостей? Ты вроде не говорила. А зачем нам гости? Это же наш праздник. Что ты ее упустил? Какой праздник? Я так и знала, что ты забудешь. Виктор Богданов. Согласны ли вы взять в жены Евгению Боброву? Евгения Боброва. А вы согласны ли взять? Осторожно. Осторожно. Это тебе. Мой любимый муж. Класс. Класс. По-моему, у меня теперь должность срочно повысит должности. Жень, прости, я не подготовился. Но подарок для любимой жены вот здесь. Раздевайся мои руки. Жень, прости. Звучит музыка. Танцions. Продолжение следует. Более. Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо посидели, да? Ну, выглядишь ты какой-то грустный. Что-то случилось? Нет, все в порядке. Я просто папу вспомнила. Обидно, что он так и не видит свою внучку. Сначала внук, потом внучка. Или наоборот. Или наоборот. О, Сниткина, ты чего это? На работу, как с работы еле ноги волочишь. И не говори. Небось, ты ночью развлекалась. Ты не завидуй. Трудно не завидовать. Развлекайся, пока можно. Потому что, как дети пойдут, сразу режим дня появится. Доброе утро. О, доброе-доброе. Хорошего вам дня, Виктор Максимович. Спасибо, и вам, коллеги. Этот начальник клиентского отдела всегда такой официальный, такой закрытый. Интересно, он дома тоже такой? Мне Полонская рассказывала, она на свадьбу у него была. Так все прям чинно, церемонно, даже не напился никто. Слушай, прости, но мне это совершенно неинтересно. Вот это слово совсем. Ясно. Доброе утро. Доброе утро, Евгения Семеновна. Доброе утро, Злат. Вот, а я только сегодня сыну говорила, что зеленое яблоко, съеденное натощак после стакана теплой воды, это лучший стимулятор для пищеварения. А вы что, позавтракать не успели? Нет, я успела, просто малыш попросил подкрепиться. Ну, на здоровье, на здоровье. А уже знаете кто? Мальчик, девочка? Пока нет, но уже совсем скоро. Ну, муж, наверное, обучит мальчика, да? Да. Доктор, пациентка с активными схватками. Вот и отошли в машине. По документам, тридцать седьмая неделя беременности. Про явные следы от побоев ничего говорить не хочет. Да здесь уже потуги. Ведите в родзал, я ее там осмотрю. Злата, уже давайте не он на пологу. Да. Ты совсем спрятала? Забыла, что мы в офисе, у острых ощущений захотелось. Ну, прости, Кисунь, не злись. Я ничего такого не сделала. Кроме того, скоро все равно все узнают. Ты сейчас это хочешь обсуждать? Почему нет? Что тебе не нравится? Нет, ты скажи сразу, что я тебе только для постели нужна, поэтому мы вместе никуда не хотим. Тише, пожалуйста, сюда в любую секунду могут войти. Извини, ну, пожалуйста, давай мы сходим куда-нибудь. Например, в боулинг. Боулинг. Прекрасная идея, кстати. Завтра вечером после работы. Минутку. Может, лучше выходные? Да. Завтра могу. У меня вполне может быть кредитный комитет. Что я сниму? Он жев? Все в порядке? Делайте вдох, как я вас учила, и тушьтесь изо всех сил. Итак, начали. Девочки! Еще! Девочки! Я понимаю, что трудно, но без перерыва. Тушьтесь! Девочки! 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 Плохо тянутся. Порвемся. Девочки! Что с ним? Ну, почему умолчить? Все в порядке. Сейчас родим. Давайте еще раз тушь. Девочки! Спасибо. А-а-а! Жень, что-то случилось? Тебе плохо? Нет, просто тяжелый день был сегодня. Я сейчас. Давай вот так, вот так. Что-то на тебе ездят, что ли? Может, пора уже отпуск взять? Я же тебе говорю, был тяжелый день. Представляешь, поступила роженица одна, все избитая. Ну все, все, оставим работу за порогом. Как скажешь. А что у нас по эту сторону на двери? Подожди, я сейчас угадаю. По-моему, ты готовишь... Индейку. Скачал рецепт из интернета, немного его улучшил. Добавил розмарин, тертый имбирь. В общем, с маскура оценишь. Но сначала... Женя. Ах, какие красивые. Мои любимые ирисы. Спасибо. А вот и мой подарок годовщине. Витя, это просто немыслимая красота. Я их сейчас надену, и мы будем ужинать. Угадал с подарком. Добрый день. Здравствуйте. Как ваши дела? Как вы себя чувствуете? Спасибо. Отлично. Ну, у вас богатырь. Вы уже имя придумали? Да. Алеша. Доктор, скажите, это нормально, что он так часто плачет? Ну, конечно. Он же еще не умеет по-другому общаться. Вы не волнуйтесь, все самое тяжелое уже позади. Юля, там к вам пришли. А скажите, пожалуйста, что меня нет. Я уехала. Не знаю. В общем, не пускайте его ко мне. Успокойтесь. А что происходит? Кто пришел? Муж. Спрашивает Юлию Фролову. Это не ко мне. Я Кондратенко. Можно вас попросить, чтобы ко мне никого не пускали? Ну, теперь рассказывайте. Почему вы так разволновались и что это за конспирация? Да. А что рассказывает, доктор? Просто мой муж, он непростой человек. Да. Когда вы поступили к нам по скорой с синяками, у меня возникло именно такое подозрение. Понимаете, доктор, я просто выходила замуж за одного человека. А приходится жить с другим. А когда Олег выпьет, он превращается в какого-то монстра. И я не знаю, что с этим делать. Давайте мы поступим так. Вы здесь в полной безопасности. Постарайтесь успокоиться, не думать о нем. Вам сейчас нельзя волноваться. Ну, а потом мы спокойно обо всем поговорим. Хорошо? Куда ты меня тащишь? Нормально, Кисунь, сейчас все будет. Миткина! Привет! Привет! Знакомьтесь, Олеся, Ваня, Алена и Костя. А это мой Витя. Очень приятно. Извините. Витя, ты куда? Мы ведь только пришли. Что я скажу ребятам? Что хочешь, то и говори. А что, что все произошло? Ничего. Почему ты уходишь? Потому что я шел играть в боулинг, попал на смотри. Какие смотрины? Ребята здесь вообще случайно. Вот меня всегда интересовало, почему не очень умные люди всегда считают идиотами всех остальных и совершенно уверены в своей правоте. Ты случайно не знаешь? Повтори-ка. Какая я, по-твоему, не очень умная? Повторяю. Да? Евгения Семеновна, можно? Смотрю, свет горит. Ваше что, ночное дежурство? Так, это вам. Спасибо, Злата. Но на самом деле нет. Просто накопилось много работы. И домой нечего спешить, потому что у мужа заседание кредитного комитета. Вернется к ночи и ужинать тоже не будет. Говорит, на ночь есть вредно. Ну, и кто из вас двоих зав. отделением? Проблемы со слухом или с голосом? Во-первых, добрый вечер. А во-вторых, заведующего сейчас нет. И я его заменяю. Богданова Евгения Семеновна. Послушайте меня, Евгения Семеновна. Почему меня не пускают к моей жене Юлии Кондратенко? Я могла бы объяснить, почему нельзя сейчас тревожить вашу жену, но вам я объяснять ничего не буду. Это лучше вы расскажите, почему она поступила к нам вся в синяках. Каким образом это вас касается? Я требую, чтобы меня пропустили к моей жене и сыну. Если вы сейчас же не покинете помещение, я вызываю охрану. Не хотите по-хорошему? Нет, не хочу. Евгения Семеновна, вот эта твоя смелая женщина. Я бы так не смогла. Знаете, я сама так испугалась. А я к вам. С подарками. Думаю, вам пригодится. Да что вы, не надо. А это не для вас, Юля, это для Алеши. Спасибо вам. Вы так много для нас делаете, Евгения Семеновна. Какая прелесть. Вы знаете, я когда узнала, что скоро стану мамой, зачастила в детские магазины. И, признаюсь, еще ни разу без покупки не уходила. Понимаю, что еще рано для малыша вещи покупать, но ничего не могу с собой поделать. Поэтому пользуйтесь, пожалуйста, на здоровье. Юля, я вас чем-то обидела? Да нет, что вы. Просто обо мне давно никто так не заботился. А у вас есть кто-нибудь еще, кроме мужа? Родные, близкие? Только мама. Была. Мы жили вдвоем, она меня вырастила. И, знаете, пока мама была, мне не нужен был никто. А потом она умерла, и в моей жизни все хорошее закончилось. Я после похорон просто с ума сходила. Продала дом. Переехала сюда. Поступила в институт. А потом я встретила Олега. Он так ухаживал за мной, он так многое обещал. Я ей поверила. Институт, я так понимаю, бросили. Олег настоял. Сказал, что дома профессора не нужно, что ему вполне хватит нормальной, любящей жены. Но я же не знала, что он такой. И до свадьбы он ни разу на меня руку не поднимал. Юля, ну и что вы собираетесь делать? Вы же понимаете, что нельзя возвращаться к человеку, который вас избивал. Как правило, такие люди не меняются. Я понимаю, Евгенья Семеновна. А вы за меня не волнуйтесь. Я что-нибудь придумаю. Тем более, я сейчас отвечаю не только за себя, а и за Алешку тоже. Кисунь, привет. Привет, Кисунь. Нам поговорить. Нет времени. Я понимаю, а ты злишься. Ну, прости меня, не должна была. Я сорвалась. Ну, Кисунь. Не ломай комедию, дай пройти. Давай забудем и о боулинге, и обо всем. Не злись на меня, любимый. Мы должны перешагнуть и идти дальше, ради нашего будущего. Какого будущего? Ты в себе вообще? То есть, как какого будущего? Вить, ты же обещал. Я ничего не обещал. Ты сама все придумала. Это фантазия у тебя. Витя. Не ори. На нас люди смотрят. И не ходи больше за мной. Все? Как все? Я устал от тебя. От твоих вечных требований, от желания выйти замуж. Я не хочу на тебе жениться. Потому что мне придется через три месяца повеситься. Все? Кончено? Слава Богу, Юля. Вы еще здесь. А то мне сказали, что вы уехали. Пока нет. Меня выписали, так что собираюсь. Но мы же не обговорили вашу ситуацию. Вы что-то придумали? Я еду домой. Ну, вам что-то нельзя. Ну, может, вам стоит снять квартиру? Я уже все решила, Евгения Семеновна. Спасибо вам. Привет, родная. Евгения Семеновна, извините за позавчерашнее. Я был не прав. Это вам. Спасибо за все. Еще раз извините. Юля, вы хорошо подумали. Олег обещал, что больше не будет пить. Ну, к тому же, у меня ребенок. Мальчишке отец нужен, так что? Если вы считаете, что поступаете правильно, я вас отговаривать не буду. Но если вдруг что-то случится, сразу звоните, хорошо? Спасибо. Удачи. Весь, привет. Надо обсудить презентацию. Ну, может, пойдем ко мне или к тебе, у тебя кабинет больше. Я тут кофе сделала, как ты любишь, к большой дружке без молока. Обсудить. Я не против. Вышлите мне в письменном виде все ваши предложения на корпоративную почту. За кофе спасибо. Анна Григорьевна, вам нехорошо? Что-то случилось? Все нормально. Простите, я увольняюсь. Заявление подам через приемную. Спасибо. Это что это? Да тут должно быть все просто. Вот же инструкция. Шла мимо магазинов детских вещей. Зашла посмотреть и не смогла просто так уйти. Ну, раз купила, значит, так надо было. Поднимайся, я сам потом все соберу. Ты даже не разделась. А что ты не носишь мои сережки? Я вот твой голос вообще не снимаю. Вить, ну, прости меня, пожалуйста, но до родов никаких украшений. Вот как только рожу, сразу буду носить. Витя, Витя. Витя, возьми трубку. Мне так плохо, Витя. 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 Добрый вечер. Мне нужен тест на беременность. Один? Два. Лучше три. Что ты тут делаешь? Почему ты еще дома? Зачем ты сюда пришла? Мне нужно поговорить с твоей женой. Ты с ума сошла? Нет. Мне нужно сказать вам, что очень важно. Где она? Уже не срочная рода. Она уехала в 6 утра. Что тебе нужно от нее? От нее ничего. Просто скажу ей правду, пусть знает, за кого замуж вышла, с кем живет. Ты сумасшедшая? Слушай, а если твоя жена нет дома, ты чего меня в гости не приглашаешь? Я давно хотела посмотреть, как ты живешь с Кисуль. Аня! Аня! Она что, беременна? Это не твое дело. Зачем ты мне врал, что вы с ней давно не спите? Ну, а теперь, когда ты все знаешь, тебе лучше уйти. Уйти? Почему? Зачем ты так? Зачем ты так со мной поступил? За что, Вить? Я же люблю тебя. Вот только скандала мне теперь не хватало! Вот оно, как выглядит ваша супружеская ложа! Ну, и как она лучше? Она лучше меня! Так, дети, успокоительно, когда надо, не найти! Скотина! Ненавижу, ненавижу, ненавижу! Успокойся. Я воды принесу. Ненавижу. Аня! Ну, и черт с тобой! А так даже лучше! Аня! Аня! Ну, и черт с тобой! А так даже лучше! С девяти! С девяти, как договаривались! Ой, вы знаете, я тут с шести утра, то одно, то другое! Ну, вроде бы все уже срочные дела закончены, так что еще минута, и я вся внимание! Доктор, простите, а вы тоже ждете маленького? Вы заметили? Конечно! А вы здесь у себя рожать будете? Ну, да, как говорится, родные стены помогают! Ну, что ж! Начнем? Можно? Так, поливитамины, антигистамины, понимаете? Да! Ну, а как ваше самочувствие? Отлично! Хорошо! Доброе утро! Привет, Вить! С Ниткина уволилась, не знаешь почему? Понятия не имею, я с ней не контактировал! Да, Арсений Ильич! Хорошо, уже иду! Да! Вы хотели меня видеть? Да, Богданов, заходи, садись! Ты уже знаешь, что с Ниткина уволилась? Арсений Ильич, а я тут при чем? У меня были на нее большие надежды. Умная, целеустремленная, амбициозная. Вы с ней разрабатывали проект по невозвратным кредитам? Было такое. А ты помнишь, что мы обещали выслать документы по нему в главный офис? В следующий понедельник? Да, помню. Надеюсь, ты понимаешь, что стремительное увольнение с Ниткиной никак не должно нарушить наших договоренностей. Арсений Яковлевич, дело в том, что основной массив работы был на с Ниткиной. Для того, чтобы доработать проект, мне нужно время хотя бы погрузиться в это. А вот времени у тебя как раз и нет. Так что иди работай и помни. В пятницу вечером все документы по этому проекту должны быть у меня на почте. Вопросы есть? Что ты по полу ползаешь? Потеряла что-то? Вить, прости меня, пожалуйста. Твои сережки пропали. Я не знаю, куда они делятся. Они с утра еще лежали на тумбочке, а сейчас их нет. Как пропали? Куда они могли деться? Я не знаю. Не барабашка же их унес, правильно? Ничего не понимаю. Так, ладно, найдутся. Вставай, хватит тут фитнесом заниматься. Пойдем лучше чайку попьем. Угу. Я сейчас поищу сережки и приду. Угу. Витя, а ты куда? Да, взял у коллеги карточку от корпоративного паркинга. Забыл отдать. У меня завтра встреча утром, а ему в офис. Приедет, не сможет попасть. А на улице не припаркуешься. Я быстро, он тут недалеко живет. Аня, открой! Что стучишь? Поздно уже. Извините, простите, что разбудил. Да не сплю я. Поздно говоря, очухался. Уехала она. Как уехала? Куда уехала? Да я откуда знаю. Она что, передо мной учитываться должна? Извините. Да ты перед ней извинись. Плакала она сильно. Через стенку слышно было. Позвонил бы. Помирились, но так хорошо смотрели вместе. Что там у вас случилось? Мужики, ну что с вас взять? Только нервы, ну треплите. Больше ни на что не способны. Не спишь еще? Давай ложиться поздно уже. Да, сейчас идем. Жень, давай. Тебе рано вставать, мне рано вставать. У меня никак эти сережки не выходят из головы. Вот куда я могла их положить, а? Может я уже того не в себе? Да забудь ты о них. Найдутся. Они найдутся, я тебе новые куплю. Лучше. Давай. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Сниткина. Я вам вчера звонила, помните? Да, конечно. Проходите, раздевайтесь. Это у вас первая беременность? В какой срок? Красивые. Но тех, которые мне нужны, здесь нет. Понимаете, сережки с аметистом, это, как правило, авторская работа. Поэтому вы вряд ли найдете здесь похожую пару. Хотя, конечно, попробуйте обратиться в другие ювелирные магазины. В торговом центре открыли шикарный салон. Вы не поверите, но я объездил все ювелирные магазины в городе. Я не знаю, что мне делать дальше. Ну что, Анна Григорьевна, беременность сохранить будем? Конечно. Ребенок ведь не виноват, что его отец оказался подлецом. Ну, будет хорошо. Я тоже за то, чтобы всегда рожать. При любых жизненных обстоятельствах. Значит так, эти анализы на так называемую торч-инфекцию нужно сдать как можно скорее, потому что от их результатов зависит развитие плода. Представляете, этот подонок обещал мне жениться и уйти от жены, который он давно не любит. Анна Григорьевна, я вас жду через неделю с результатами этих анализов. Не позже. И чем меньше вы будете думать о том, кто вас обидел, тем лучше будет для ваших ребенка. Вы меня понимаете? Вам сейчас стресс противопоказан. Да, извините. Просто нервничаю. Столько всего навалилось. Скажите, у вас есть муж? Вот вы его хорошо знаете. Да, мне повезло. Он у меня настоящий мужчина. Какие красивые у вас сережки. А мне муж недавно такие же подарил. Представляете? А я их потеряла. Куда-то сунула. А куда? До сих пор не могу вспомнить. Да. А что об этом говорит ваш идеальный муж? Извините, мне нужно ответить. Да, Юль? Евгения Семеновна, он меня убьет. Юля, говорите адрес. Туполева, 19. Я еду. Извините меня, пожалуйста. Мы с вами увидимся через неделю, хорошо? Все будет хорошо. Они готовы вас принять. Спасибо вам, Евгения Семеновна. Кроме вас, в этом городе за меня некому заступиться. Больше никаких, Евгения Семеновна. Просто Женя. Я очень надеюсь, что когда-нибудь тоже смогу быть вам полезной. Тебе. Тебе. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Слушаю. Алло. Это я не бросаю сразу трубку. Выслушай. Сегодня я была у твоей жены. Хотела ей все рассказать, но не рассказала. Никогда не расскажу. Так что можешь быть спокоен. Ань, давай встретимся, поговорим. Женя, а ты не много на ногах на таком сроке? Может, пора уже отдохнуть? Я гинеколог, а не ты. Ты забыл? Так что все под контролем. Хорошо, хорошо. Спорить с гинекологом. Да никогда в жизни. Ой, Вить, по-моему, началось. Ты уверена? Поехали скорее. Чего ты сидишь? Сейчас я машину по подъезду подгоню. Что делать? Что делать? Вторая помощь слушает, что у вас случилось. Субтитры создавал DimaTorzok Витя! Я все понял. Если я правильно помню, мы с тобой давным-давно договорили, что ребенком в семье занимаешься ты, но только своим ребенком. А у тебя то одна рожница, то другая, а теперь еще и авария с кучей жертв. Как будто ты одна в этом чертовом роддоме. Да там полно врачей. А у Семена одна мать. Одна, а не двадцать. Ну что, Евгения Семеновна, план «Б»? Ну, а Петя, что делать? Да, Жень, в полном порядке. Вот, перед моими глазами. Ну, конечно, заберу. Вместе с домом. С каким? Который они строят. Говорят, будут жить там вместе со своими игрушками. Ну, хорошо, пока. Сенька, мы сегодня вечером все вместе едем к нам. Я, ты и Алеша. А мама? Мама потом приедет. Ура! Даже не думай. Пока все не проверим, не выйдем отсюда. А почему такая срочность, Арсений Яковлевич? Ты в институте когда-нибудь за ночь к сессии готовился? Вот тут примерно то же самое. Только в институте отчисления здесь покруче будет. Если, конечно, проверяющий что-то найдет. А что найдут-то, Арсений Яковлевич? Сколько у нас было невозвратов? Сам знаешь. И кто их в свое время выдавал? Арсений Яковлевич, да у кого их нет? А меня другие офисы не интересуют. Меня интересует, кто здесь за это будет отвечать. Кто их выдавал? Как проверял надежность заемщика? В каких с ним состоял отношениях? И были ли договоренности? А? А? Привет. Привет, Юль. Я за Синий. У тебя есть пять минут. Там мальчишки мультик досматривают. Я разрешила. Жень, что-то случилось? Пойдем на кухню, у меня ужин на плите. Что-то случилось? У тебя лица нет. Да в том-то и дело, что ничего. Ничего особенного. Все как всегда. На работе полный аншлаг. Из сил выбиваешься. А приходишь домой, и оказывается, что ты не просто никудышная жена, а еще и плохая мать. Это цитата? Не совсем. Я работаю как проклятый, поэтому я имею право на то, чтобы вечером меня встречали улыбающаяся жена и вкусный ужин. Вот это цитата. Не семья уголок потребителя. Ну, Жень, вы оба по-своему правы. Просто сядьте и поговорите. Но главное, не позволяй собой манипулировать. Олег считал, что у него есть права на все. А у меня только на то, что ему нужно. Да, если бы не ты, я, наверное, бы до сих пор так и не поняла, что нужно просто встать и уйти. Ты права, Юль, но мне кажется, не стоит сравнивать. Ну да. Твой хотя бы руки не распускает. Ты понимаешь, вроде бы все хорошо, но… Мы как будто бы перестали друг друга понимать. Жень, ну тут есть масса вариантов, как все исправить. Первое, например, ничего не менять. Ждать, пока само пройдет. Или наоборот, менять все самой. А третье, показать, как ты его любишь. Ну, как будто бы он этого не знает. Нет, ну знает, конечно. Ну, за шесть лет брака подзабыл. Надо напомнить. Что подойти ему и сказать? Нет, ну задаешь. Ну, купи новое белье. Подойди к нему, спроси, нравится ли. Только купи такое, чтоб точно понравилось. Слушай, а у меня же есть дома один такой комплект. Так давно лежит, я уже и забыла. Хорошо, что сейчас вспомнила. Сеня, одевайся, за тобой мама пришла. О, привет. А ты почему здесь, а не дома? Тебя же Арсений Яковлевич отпустил. Может, ты что отпустил? А я не могу дома сидеть, когда ты тут трудишься. Вот, решила тебя поддержать. Поддержать? Ну, спасибо. Да, у тебя сейчас такой сложный период. И тебе просто нужно плечо близкого человека. А может быть, я не только плечо. Малыш, ты меня волнуешь. Женя, иди в постель. В который час? Поздно уже. А ты голодный? А ты голодный? У тебя будет гастрит. Не будет. Если ты перестанешь мне об этом постоянно упоминать. Ты прав. Прости меня. Я виновата. Надо было дать ужин тебе с собой. У вас же там есть некроволновка? Давай спать. Ух ты! Какая красота! Это все? Нет, не все. Пошли. Прости. Давай спать. Да, это я. Встретили, все нормально. Когда буду у вас? Да вот прямо сейчас и буду. Угу. Сеня, давай ешь скорей, а то остынет. Ну что ты делаешь, Сеня? Ну, хватит уже баловаться. Быстрее ешь, ты в садик опоздаешь. Черт. Ну, понятно. Придется тебе дарить гейзерную кофемарку, не дожидаясь дня рождения. Давай садись. Сеня, сколько раз тебе повторять? Ешь. Я убежала. Ну, Витя, ты можешь отвезти его в садик? У меня просто сейчас заседание заведующих, я никак не могу опоздать. А я могу. У меня проверка на носу. Это в последний раз. Это у тебя каждый раз последний. Спасибо. Пока. Хочу вам представить проверяющего из центрального офиса нашего банка Анну Григорьевну Сниткину. Не исключено, что некоторые из вас с ней знакомы, потому что несколько лет назад Анна Григорьевна была нашей сотрудницей. Анна Григорьевна уполномочена проверить все наши отделы, поэтому просьба любые материалы предоставлять ей по первому требованию, не дожидаясь согласования с моей стороны. Анна Григорьевна, где бы вам было удобно разместиться? Насколько я помню, в клиентском отделе, в кабинете Виктора Максимовича, есть место для еще одного стола. Так что, если никто не против, я с удовольствием размещусь там. Виктор Максимович, вы не против? Нет. Нет. Очень хорошо. Стол поставят, компьютер подключат. Все свободны. Карташка фри. Вкусненькая. Кирпич. Невкусненький. Так, что еще не покушает. Алеша, привет. Папа пришел. Алеша, все хорошо. Все нормально. Вы играйте дальше. Давай, загадывай. Олег, уйди, пожалуйста. Прямо сейчас. Не смучай ребенка. А кто тебе сказал, что я его смущаю? Не вынуждай меня вызывать полицию и знакомить их с решением суда. Или ты забыл, что тебе можно встречаться с Алешей только по субботам? Какие мы стали юридически подкованные. Знакомить с решением. Закрывляешься. Копия решения я всегда приму. Ну зачем ты это делаешь, а? Может, я просто захотел сегодня сына увидеть, а не в субботу. Олег! Все в порядке. Спасибо. Спасибо. Какой умный взгляд у мальчика. Надо же. Весь в попу. И овала отца отцовских. И нос. А что же здесь от мамы? Прекрати. Поставь на место. Какие еще будут указания? Пожалуйста. Нет. 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 А у тебя дети есть? Вот это вопрос. Не ожидала. Почему? Я потеряла ребенка. Давай не будем поднимать эту тему. Сочувствую. Рада, что у тебя все хорошо. Знаешь, давай сразу к делу. Я готов написать заявление по-собственному. С чего бы это? Ну ты же не просто так приехала. Плохо же ты меня знаешь. Думаешь, я буду мстить за то, что бросил меня? Даже обидно. Как говорится, ничего личного, только бизнес. У тебя же все в порядке с документами? Ты про какие документы? Про рабочие, конечно. Займы, кредиты, обеспечительные документы. Закладные, сроки возврата. Евгения Семеновна! А вы что, уже уходите? Я очень спешу. Да, но у вас еще три консультации. Да? Ой, надо же, я забыла совсем. А вы не могли бы их перенести? Раскидать на ближайшую неделю. Посмотрите, где есть окна. Ну, я попробую. Мне нужно обязательно успеть сына из садика забрать. Еще раз большое спасибо. Привет. Привет. Сделаем тоже, пожалуйста. Только с молоком. Угу. Ты же что-то слышал про эту проверяющую? Нет, ничего не слышали. А что я должен был слышать? Тогда слушай. Оказывается, она уже тут как-то доработала. Потом уволилась по непонятным причинам, но как-то очень стремительно. Говорят, она ребенка потеряла. Год лечилась от депрессии. Чуть самоубийством не закончилось. Но потом она взяла себя в руки. Два года угрохла на имбей. Три года на карьеру. И вот она в Центральном банке. И здесь. Со своим домоклым мечом. И что? В смысле, что? Ты прорезительно спокойна. Она же зверь. Только представь, сколько у нее злости накопилось на весь этот мир. Вот она и мстит всем подряд. Вообще, говорят, что она самый грозный проверяющий из Центрального банка. А еще говорят, что продолжайте, милочка. Что же говорят еще? МБА, карьера, злость, месть. Неужели здесь что-то страшнее? Извините. Пойду, поработаю. А ты не слишком спешишь? Вроде нет. Просто я с утра, прямо с поезда, с чемоданом. Не подбросишь? Здесь недалеко. Наверное. Почему нет? У себя? Навстречу. Понятно. Зайду позже. Зайди сейчас. Там никого. Уборщица уже ушла. Больше никого мы не ждем. Ну, что она говорила обо мне? Кто? Гарпия эта. Да вообще ничего не говорила. Арсений Якульевич. Ой. Ну, извините. Вот, Женя. Мало того, что он нам с Алешей по выходным покоя не дает, так он еще в садик заявился. С подарком. Думает, что все на этом свете можно купить. Ну, и как он это объяснил? Он сказал, соскучился. Ты знаешь, что я заметила? Ну, чем старше становится Алеша, тем больше времени Олегу хочется с ним проводить. Ты малой. Тоже к нему тянется. Ну, это как раз неудивительно. Мальчишки обожают отцов. Ну, а что мне с этим делать? Не знаю. А что бы ты сделала на моем месте? Ну, возможно бы я присмотрелась к бывшему мужу. Раз ты говоришь, что он изменился и научился контролировать себя. Думаешь, стоит дать ему второй шанс? Возможно. Я не знаю. Ну, это я не знаю. Сама ты как? Лучше не стало. Хуже тоже. Так, серединка на половинку. Понятно. А как прошел показ мод? Ну, в смысле, белье? Имела успех? Ну, в принципе, да. Правда, потом я все испортила. Как? Вот так. Позорно уснула. Смешно, да? Нет. Ну, вот видишь, работает. В следующий раз выпей кофейку. Удобный. На колесах. Это не должно мешать тебе быть калантным и поднять его в квартиру. Я, правда, не успела запастись чаем. Ну, ничего. Ты ведь кофе любишь? Люблю. А кофе с коньяком. Французский, между прочим. Ань. Ты сам говорил, тебе оттуда дома пешком. Машину заберешь утром. Ань, у меня семья. Я люблю свою жену. Поэтому спишь с секретаршей. Причем не со своей, а секретаршей-ткача. Да не сплю я с ней. Она просто влюбилась и пристает. Никогда не поверю. Такие, как ты, ведь не меняются. Что бы ни происходило. Принесла тебе нелегкая. Привет. Привет, дорогая. Это тебе. Спасибо. Очень приятно и неожиданно. А что за повод? Никакого повода. Просто захотелось сделать тебе приятное. А я приготовила твой любимый плов. Ух ты. Как же мне все-таки повезло с женой. А мне с мужем. Сеня, руки мыть, ужинать. Чего ты стоишь? Сядься. Что такое? Подойди на минуту. Будь добр. Тут написано, что ты выдавала этот займ. Три года тому назад. Строительная компания «Супрожилстрой». Все верно? А что-то такое припоминаю. Кажется, секунду. Конечно, я выдавал его не один. Было коллегиальное решение. Заседал кредитный комитет. Клиент был твой. Ниже приводится твое заключение. Добросовестность заемщика проверена. Рейтинг 5 из 5. Ну, это моя работа. Именно. Кредит они должны были вернуть два года назад. В общем, Арсений Яковлевич, по результатам проверки, клиентский отдел три года назад выдал проблемный кредит. Насколько проблемный? Я бы сказала, безнадежный. Строительная компания растворилась вместе с деньгами. Обманутые дольщики готовы подать в суд. Это тот самый, который ты говорил? Сверхприбыль, сверхприбыль? А, Богданов? Арсений Яковлевич, я… А это… Все необходимые расчеты рисков были произведены. Они есть в архивах. Можно поднять и… Не волнуйся, поднимем. По запросу суда. А заодно служба безопасности проверит тебя на предмет сговора. С этим как его? Все пережил в строе. Арсений Яковлевич, ну вы же меня не первый год знаете. Какой сговор? Я, по-вашему, со строителями деньги пилил? Анна Григорьевна. Я тоже во многое не могла поверить, Виктор Максимович. Пришлось. Жизнь заставила. Да. Нет, нет, нет. Я всегда была. Я вон моя. А вон тебя я даю. А вон тебя я даю. Олежь, я… Ты меня есть, да? Я меня есть, да? Что тебе нужно? Я тут подумал. Может, начнем все сначала? Опять? Я понимаю, что виноват перед тобой. Юль, ну я изменюсь. С сегодняшнего дня больше ни капли обещаю. Пожалуйста, поверь мне. Ну, или в меня поверь, черт побери, а? Ну, я ведь хоть немного этого заслуживаю, а? Правда. Ань, погоди. Что случилось? Да ничего особенного. В общем, давай поговорим. А в течение дня нельзя было? Давай я тебя подвезу и все обсуду. Ну, ладно, поехали. Мам, а что ты ищешь? Ничего, малыш. Ничего. Ну, так нечестно. Сначала мы собрались поговорить по дороге, потом ты затащил меня в этот ресторан, а теперь я ем в одиночку. Нет, тут вкусно, конечно, но только ты сидишь молча, ничего не ешь. Аппетит пропал. Ни с того ни с сего, или есть причина? Из-за супер жилстроя. Я не знаю, как доказать тебе, что не было никакого разговора. Я ни копейки не взял. Понятно, что те, кто сбежали с деньгами, давно за границей. А следствию будут нужны стрелочники. Я лучшая кандидатура. Только я тут ни при чем. Почему ты мне не веришь? Я знаю. Я знаю, что ты совершенно ни в чем не виноват. Ни в чем не виноват. Ни в чем не виноват. Совершенно ни в чем. Алло. Привет. Я не поздно? Нет, говори. Приходил Олег. Что, снова замуж зовет? Не совсем. Предлагает отпраздновать день рождения Алеши у него. Как ты думаешь, соглашаться или нет? Ну, если ты решила дать ему еще один шанс. А вы же с Сеней придете. Куда ж мы денемся? Конечно, придем. Отлично. А как у вас с Витей? Все хорошо. Ну, тогда хорошо. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Привет. А ты чего не спишь? Ты звонила. Прости, я не мог ответить. С этой проверкой совсем катастрофа. Весь вечер сидели в кабинете управляющего. Из машины не стал звонить, потому что не хотел будить Сеню. Жень, ну ты чего? Я чего? Я ничего. Ты Сеню боялся разбудить? А сколько Сене лет? Шесть. Шесть лет. Когда он засыпает, я ставлю телефон в режим вибрации. И тебя вообще это никогда не смущало. Ладно, это все частности. У меня только один вопрос. Кто она? Кто? Какая она? Твоя любовница. Кто еще? Господи, какая к черту любовница? Откуда ты это все берешь? Я просто… Я просто сплю с секретаршей своего босса. Слушай, ну это совсем уже глупости какие-то. Я даже не вижу смысла оправдываться. Да откуда ты вообще это все взяла? Мне письмо на электронку пришло. Тоня, Тоня. Полгода она за мной ходит. Блузку при всех расстегивает. В коридоре подкоругливала, но ничего не вышло. Вот и решила отомстить. Ты думаешь, что я сейчас поверю в эту сказку, которую ты только что сочинил? Ладно. Скажу на чистоту. Если честно, у меня был огромный соблазн затащить ее в постель. А знаешь почему? Потому что у тебя совсем нет времени на меня. Я же не роженец. Ой, Витя, ну что ты говоришь? Вот то и говорю, то и говорю, что ты совсем не обращаешь на меня внимания. Как будто я на полке в шкафу лежу, вроде того, белья. А как только какая-то дура решила мне испортить жизнь, ты меня с полки достала и начинается. То есть у тебя точно с ней ничего нет? Сколько раз тебе повторять нет и не было. Я тебя люблю. Жизнь серая. Как бы ее расцветить? Богданов, пойдем сегодня на выставку? Современная скульптура, всякие концепты и так далее. Нет, что ты. Я не могу. Ребенка надо забрать. Сегодня моя очередь. Понятно, понятно. Ты же знаешь, у меня семья. Знаю. Семья. Семья. Ты все правильно делаешь. Надо больше времени уделять семье. Особенно, когда на горизонте уже маячит уголовное дело. Понимаю. Искусство требует жертв. А современное искусство в особенности. Женя, в общем, мы сегодня с управляющим на пять задержимся до ночи. Все из-за этой проверки, будь она неладна, да. Так что Сеня сегодня на тебе. Ну или Юлю попроси. Извини пока. Папа, а что ты мне подаришь? Все подарки в доме. Бери друга и вперед. Ура, Сеня, побежали. Привет. 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 А где вторая половина? На работе. В выходной. С этой проверкой я уже скоро забуду, как он выглядит. Ну что ж, понятно. Ну, в дом? Нам хорошо друг с другом. Хорошо. Мы никому не мешаем? Конечно, нет. Женя ни о чем не знает. Ну вот и продолжаем в том же духе. Получаем удовольствие. Пойду кофе сварю. Правда, я уже не помню, как ты любишь с молоком или без. Делай, как любишь ты. А теперь я хочу поднять бокал за Юлю. Все вы знаете, что мы разошлись некоторое время назад. Но сейчас я хочу сказать о другом. О том, что Юля прекрасная мать. Чуткий человек. И замечательный друг. Подписывается под каждым словом. За вас, Юленька. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. А ты знаешь, когда я понял, что-то изменилось. Стало другой. Любопытно, когда же? Когда догадалась про Тоню. И не уволила ее. Я был уверен, что она вылетит в числе первых. А она работает до сих пор. Ты даже не представляешь, насколько я изменилась. Мама, я покушал. Можно мы пойдем поиграем? Сынок, а почему ты все у мамы спрашиваешь? Ты же сейчас у папы в доме. Значит, нужно спрашивать у папы. Сыночек, папа пошутил. Идите играйте. А кстати, друзья, вот как вы считаете, на кого Алешка больше похож? На меня или на мать? На обоих, пополам. Такой красивый мальчик. Пополам, значит. Соглашусь. Людям же виднее. Как считаешь, Юля? Да, Алик. Все с тобой согласны. Значит, природа справедлива, а жизнь несправедлива. Похоже на нас пополам, а вижу я его всего пару раз в месяц. По два дня. По два чертовых дня. Я пошел. Должен же я хоть раз прийти домой раньше своей жены. А где она? На дне рождения ребенка с другим ребенком. Прости, я не хотел. Нет ничего, все нормально. Слушай, Ань, и все-таки что там по моему делу? Я имею в виду этот супер желстрой. Ты уже столько раз меня об этом спросила, что пора и мне задать вопрос. Если бы не этот займ, тебя бы сейчас здесь не было? О чем ты? Вообще-то я знаю себе цену и она точно не измеряется в каких-то левых кредитах. Хочу, чтоб ты это уяснил. И еще, если ты думаешь, что я все еще та наивная дурочка, которой можно манипулировать, это не так. Ань, я ничего такого не подумал. На твоем месте мог казаться любой и был бы счастлив. Я сейчас не про ту яму, в которую ты попал, выдав кредит сомнительному заемщику, я про место в моей постели. Ну, прости. Прости меня, пожалуйста. Я просто спросил. Больше не буду. Ты мне очень-очень нравишься. Всегда нравилась. А сегодня особенно. Пока. А еще никто не расходится. Я такой команды не давал. Так что быстро все в дом. Олег Ильич, идемте за стол. Мы за тебя еще не пили. Уйди. Один звонок в полицию о том, что вы нас насильный здесь удерживаете. Уголовная статья готова. Двое несовершеннолетних детей среди насильно удерживаемых лиц, отягчающие обстоятельства. Мне продолжать ликбез или вы сами примете решение? Давай, давай. Давай, давай. Вы мне еще за все заплатите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А ты что не надеваешь? Все, наружку за мной установила. Это тебя Юлька подговорила, да? Ответитесь вы от меня! Я рада, что ты согласился со мной поужинать. Как и тебе. Отлично выглядишь. И все-таки мне непонятно, зачем ты меня сюда привела? Это не я тебя привела, а ты меня привел. Не понял. Я решила проблему с твоим займом, ты вне подозрений. Все документы ушли наверх в лучшем виде. Ты решил по этому поводу сводить меня в ресторан? Вставай, чё разлеглась. А это чё? Ты чё, это серьёзно? А-а-а. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Потеряли свои знания. Помните? Я помню. Мы с Юлей должны были ехать на день рождения Алеши. Сеня был со мной, а Витя не была. Он не смог из-за работы. Это все? Еще сережки. Медистые. Мне Витя подарил их шесть лет назад. Они пропали. А тут вдруг, прямо перед глазами, сверкают. Какая? Виктор Максимович, можно у вас на минутку? Да. Пока не надо ей ничего рассказывать и вообще лучше поменьше говорить на тревожные темы. У вашей жены серьезная травма головы. Ничего катастрофического, но последствия могут быть самые разные. Пока что мы диагностировали ретроградную амнезию, она ничего не помнит, что происходило в течение последних суток. Это пройдет? Должно, по крайней мере. А почему она вспомнила про Сережки? Она ведь всего лишь раз охотела и потеряла. А вот это как раз не очень хорошо. Иногда при таких повреждениях мозг выбрасывает какое-то давнее негативное воспоминание. Пациент фиксируется на нем. Это показатель серьезного стресса и нехороший звоночек. Какой звоночек, доктор? Будем наблюдать. Не хочу вас пугать раньше времени, но предупредить должен. Повторяю, разброс дальнейших вариантов широкий. От полного восстановления до развития посттравматической шизофрении. Опаздывать, Виктор Максимович, нехорошо. Вы онемели от восторга? Никак не можете справиться с радостью по поводу того, что вас теперь не будет искать прокуратура. Женя в больнице. Она упала на улицу, ударилась головой и ничего не помнит. Серьезной опасности, вроде, для жизни нет, но никто не знает, что будет со здоровьем в будущем. Боже, прости, какой ужас. Олег, вот так живешь и не знаешь, что тебя ждет за углом. Что случилось? Что такое? Она там. Кто там? Сережка. Сережка с аметистом. Она на подоконнике. Спокойно. Спокойно. Какая сережка. Какая сережка. Евгения Семеновна, где вы видели эту сережку? Можете мне показать? Пойдемте. Пойдемте. На подоконнике ничего нет. Абсолютно ничего. Но она только что была здесь. Вам надо успокоиться. Ложитесь в кровать, и я позову вашего лечащего. А что врачи говорят? Пока ничего утешительного. Сегодня утром ей вдруг привиделась сережка с аметистом. Одна из тех, которую я ей подарила шесть лет назад. Представляешь? Что все это значит? Это лечится. Врач Женя считает, что да, но он сам же несколько раз повторил мне, что все, что касается нашего мозга, это дело достаточно темное. И никаких гарантий никто никогда не даст. Юля, ты позовешь Сеню? Ну конечно. Сенечка! За тобой и папа пришел. Папа! Здравствуйте. Как все прошло? Она очень испугалась. Что-то говорила? Почти ничего. Только когда пришел врач, кричала, это она, опять эта Сережка, и плакала. Все правильно? Да. Это, конечно, не мое дело, но зачем это вам уж, извините? Дело в том, что я психотерапевт. Меня нанял муж больной. Я применяю новую методику возврата утраченной памяти через запомнившийся предмет. В данном случае Сережку. И первая реакция может быть вот такая, острая. Но что поделать, надо работать дальше. Новая методика. Если узнают лечащий врач, будет скандал. За их спиной лечат их пациентов. Так что никому. Да-да, я поняла. Всего доброго. До свидания. Сень, хватит баловаться. Я к маме хочу. К маме пока нельзя. Еще нельзя себя плохо вести. Так, печенье на место. Ешь. Я пельмешки не хочу. А что ты хочешь? Мюсли с молоком. А где у нас мюсли? Там. Там. Ага. Так. Не, не эти. Зеленые. Ага. Сейчас. Щепки в палки риск. Что ты сперешься? Ешь давай. Привет. Привет. Я зашла по-соседски помочь по хозяйству. Спасибо не нужно. Я вижу. Пап, это мама? Нет, нет, сынок. Это ко мне. По делу. Я не хочу подумал объяснять сыну, кто ты такая. Я отлично справляюсь. А ты сюда больше не приходи. Лешка уже спит. Книжку мы так и не дочитали. Он уснул, я не успел перевернуть страницу. Спасибо. Тебе пора. А чаю? Мне кажется, я сегодня заслужил. Ну, час назад пили чаю. Сколько ж можно? Тебе что? А ты для меня жалко. Ночевать я все равно тебя не оставлю. И не надейся. Юль, ну зачем ты так? Наши родины чужие люди. Были не чужие. А теперь мы в разводе. Так давай снова поженимся. Лешка сейчас держит. Вот. А я? Ты тоже. Обещаю. В первый раз, что ли? Ну чего ты начинаешь? Я ж тебе слово дал, что больше ни капли спиртного в рот не возьму. Не веришь? Не знаю. Ладно, ну подумай сама. Вы сейчас с Лешкой здесь на этой съемной хате друг у друга на голове. А у меня там дом стоит. Большой и красивый. Я ж буду для семинистра. Ну хочешь, я его на вас с Лешкой перепишу? Олег, ну правда, поздно уже. Давай поговорим в следующий раз, хорошо? Как же я по тебе соскучился. Добрый день, Виктор Максимович. Добрый. А что это вы, Анна Григорьевна, уже собираетесь? Или наш вчерашний разговор на вас так повлиял, что вы не хотите со мной находиться в одном помещении? Виктор Максимович, вы как классический ГАИС считаете, что мир вращается вокруг вашей персоны? Ну это не так. Просто моя работа закончена, осталось заделать отчет и адьё. Это не может не радовать Анну Григорьевну. Кстати, ваш управляющий заказал ресторан на завтрашний вечер по случаю успешного окончания проверки. Я приглашаю вас, Виктор Максимович, с собой, так как могу прийти плюс один согласно формату. И вы сможете отпускать колкость в мой адрес уже публично, при коллегах. Это абсолютно исключено, Анна Григорьевна. У меня жена в больнице и вообще мне не с кем сына оставить. Вить, это ведь я тебя приглашаю. Ну не злись. И это моя последняя просьба. Юленька, на секунду. Кирилл, я все вижу. Юлия Борисовна, у нас катастрофа. Звонили из району, высылают проверку и в первую очередь будут проверять вас на профпригодность. А, повод? Поступил звонок, жалоба. Они, конечно, не признавались, кто именно звонил. Но у меня в району работает однокурсница, она выяснила. Звонила Евгения Семеновна Богданова, мама Семенова. Это же ваш мальчик? Как? Женя? Это невозможно. Я только утром была у нее, мы прекрасно поговорили. И она в больнице сейчас, после травмы. И фактически я забочусь о ее ребенке. Вот плохо заботитесь. Она заявила, что он запуган, что вы разговариваете с ним в недопустимом тоне. Ну и вообще бог знает что. Сказала, что вы постоянно ставите пример своего сына. Ой, ты извините, у меня просто бред какой-то. А можно, чтобы меня кто-нибудь подменил? Буквально на часок. Привет. Привет. Хорошо, что не спишь. Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то случилось, что ты с Сеней? Нет, нет, с ним все хорошо. Сегодня утром мама Семена Богданова, то есть ты, позвонила в район ООО и обо мне такого наговорила, что они назначили срочную выездную проверку. Юль, ты что? Я сегодня вообще никому не звонила. Вот и я не поверила. Евгения Семеновна, вы звонили утром по городскому сестринского поста. Я видела. Я? Да я не помню, чтоб я вообще из палаты выходила. Но ведь это не единственное, чего вы не помните. Боже, Юля, какой ужас. Давай я им позвоню и я им скажу, что я беру свои слова обратно. Женечка, это не поможет. Проверка все равно приедет, раз уж назначена. А ты просто напиши расписку, что претензий не имеешь и все. Документы все же. Хорошо, хорошо, конечно. Вот в этом вы просто сногсшибательны. Про предыдущие я слышала то, что самое. Я знаю, кто сделает правильный опыт. Ну, покажи. Какой красивый рисунок. Какой дом. Такая дверь красивая. А это кто возле дома? Мама, папа и их сыночек. Да. А труба есть у дома? Есть труба. Витя, ну, ты ли ответь, или выключи звук. Тебя не раздражает? Извини, это по работе. А дым будет исти из трубы? Да? Сеня, собирайся, нам пора домой. Ну, пусть дорисуют. Чего-то перебивать. Завтра рано в садик, потом дорисуют. Малыш, не могу с этим спорить. Вы придете в следующий раз, и мы нарисуем будку и собаку. Хорошо? Хорошо, мам. Давай. А я тебе помогу, сломастера собрать. Сеня, пойдем. Сеня, пойдем. Да, уже. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Пап, смотри, я рыцарь! Сень, ну хватит носиться. Ну ты же потом не уснёшь. Сеня, ну всё, сядь, успокойся. Папа, я не хочу сидеть. Так давай тогда вместе вещи собирать. Вон, посмотри, игрушки разбросали. Вместе соберём, быстрее будем, ладно? Давай. Всё на места. Так. Так, так, это здесь. Ой! Что случилось, сынок? Больно! Что такое? Что это такое? Откуда это? Не знаю. Ну всё, 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 не плачь, не плачь, не плачь, сынок, всё, всё, спокойно. Вот сейчас мы твой пальчик полечим. А где наш волшебный пластырь, а, Сенья? Одноразовый шприц с незащищённой иголкой взять и положить вместе с детскими фломастерами. Они даже не похожи. Ну, слава богу, всё обошлось. А могло быть и не слава богу, доктор. Не окажи себя в комнате, например. И попади этот шприц не в палец, а в глаз. Ребёнку шесть лет. Отскажите мне, доктор, симптомом чего это является? Ну, давайте пока не будем ставить диагноз. Тем более, сейчас мы в этом не преуспеем. Надо ждать. Окружите свою супругу вниманием, заботой. И самое главное, не вздумайте ей выговаривать за этот шприц. Веди себя хорошо. Всё, пока. Юль, мне очень удобно. Ну, можно я тебя Сень сегодня переночует? У меня срочная командировка. Короткая, но неотложная. Не могу не поехать. Конечно. Не волнуйся. Спасибо, Юль. Правда, вот что бы мы без тебя делали? А? Давай. Пока. Пока. Это должно быть больше 16 штук обязательных. Не 15, не 14, а 16. Вот. Анна Григорьевна, а как вы считаете, о чём я сейчас думаю? Наверняка вы думаете, какое счастье, что аудитерская проверка закончилась. А вот и не угадали. Я думаю о том, какое счастье, что не было необходимости брать с собой жён. А здесь только коллеги. Моя Ирина очень демнива. И мне было бы запрещено не то, что разговаривать с вами, а даже смотреть на вас. Не волнуйтесь, Андрей Андреевич. Я хоть и закрыла тему брака для себя навсегда, институт брака и неприкосновенность семьи, я чту с это. Анна Григорьевна, мне придётся с вами сфотографироваться. Рядко встретишь с той умную даму, к тому же совершенно ослепительную. Почту за честь. Добрый вечер. А вот и Виктор Максимович. Теперь, когда все мы в сборе, предлагаю поднять тост за нашего прекрасного проверяющего. Привет. А я вот решил вам помочь собраться для переезда. Ну, мы же договорились, что ты не будешь меня подгонять. Ну, разве ж я подгоняю? Кстати, вижу, ты начала брать работу на дом. Ребятки, а может, пойдёте на площадку погуляете? Ну, ты же прекрасно знаешь, что Женя в больнице. Виктора неожиданно отправили в командировку. Ну, ладно, не сердись. Как там Женя? Вспомнила кто её так? Не знаю, мне не до этого. Главное, что она поправляется. А с этим уродом пусть в полиции разбирается, это их работа. Думаешь, вы найдёте? Я думаю, что всё зависит от Жени. Понятно. А в какой она больнице? А тебе зачем? Ну, я думал, денег ей привезу. Маш, лекарства какие нужны? Да не нужны ей деньги, и лекарства тоже не нужны. В общем, Виктор со всем справляется. Так ты же сама сказала, что мы в командировке. Мало ли что. Олег! Ладно. Ну, а если я скажу, то хочу попросить у меня прощения от те слова, которые говорил у Алёши на дне рождения. Но веришь, мне до сих пор стыдно за то, как я себя тогда вёл. Ну, правда. Ну, правда. Добрый вечер. Не помешал? Как ваше самочувствие? Мне Юля, к сожалению, только сегодня сказала о том, какой ужас с вами приключился. Вы уже обращались к полицию? Ну, по поводу этого хулигана. Вы о ком говорите? Кто хулиган? Ну, простите, может, я что-то перепутал, но разве не было хулигана, из-за которого вы здесь? Не помню. Я многого не помню, но то, что Юля поступила в больницу с побоями, я помню. И кто избил её, я тоже помню. Извините, Евгения Семёновна, я предполагал, что уже всё в прошлом, что мы вроде как дружим с семьями. Семья, с которой я дружу, это семья Юли и Алёши. Это всё. А сейчас я прошу вас уйти. Не надо. Ну, а если бы меня посадили из-за этого кредита? Ты бы меня ждала? Ну, а если бы меня посадили из-за этого кредита? Ты бы меня ждала? Ладно. Я тебе шесть лет ждала. Нет, ну, я всю жизнь тебя ждала. Замолчи. Вот сейчас лучше просто молчи. Просто ничего не говори. Поехали ко мне. Поехали. Александр Петрович, я прошу вас, выписайте меня прямо сейчас. Евгения Семеновна, это исключено. Почему исключено? Я нормально передвигаюсь, в пространстве ориентируюсь, приступов у меня нет. Из процедур у меня остался только прием таблеток. Патронажная сестра проследит за мной дома. Нет, нет, даже не думайте. Я ваш врач, это я буду решать, когда вас выписывать. Я должна быть дома. Извините. Витя, Сеня, я дома. Музыка. 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 Письмо, это честь. Сегодня ты мой, только... Да? Привет, Юля. А Сеня у тебя? Ну, конечно, у меня. А ты случайно не знаешь, где Виктор? Ну, он вроде в командировке. Говорил, что тут, в области, где-то недалеко. Вернется завтра. Поняла. А что случилось? Ничего, все в порядке. Спокойной ночи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Жень, почему ты дома? Дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Ты один пришел или с ней? С кем? Ну, ты подумала, я в больнице, и вполне мог прийти с ней. Жень, о чем ты? Как зовут твою любовницу, с которой ты был в ресторане в тот день, когда я упала? Я видела, как вы целовались. Память, представляешь, вернулась. Господи, Жень, ну какая к черту любовница? Это проверяющая из Центрального банка. У нас закончилась проверка, и мы всей компанией пошли отмечать. Ну, хватит, ну, в самом деле, не веришь? Я тебе фотографию покажу с того вечера. Я ужасно. Четовечно устала. Конечно. Конечно, устала. А почему ты дома? Тебя что, уже выписали? Дома сошел. А где Сеня? У Юли? Да, у Юли. Я отдохну, потом съезжу, заберу его. Только не говори маме, что я здесь. Пускай она нас поищет. Хорошо. Сеня, Алеша, вы уже оделись? И куда вы делись? Куда же вы пропали? Может, они сами ушли в садик? Что же мне делать? Мне нужно бежать за ними, догнать их. Мама, ищи нас. А кто это у меня тут разговаривает? У меня что, говорящая коробка? Да. Нужно ее на мусорку вынести. Болтливую такую. Мама, не надо. Здесь же я. Леша? А ты что, не пошел с Сеней в садик? Сеня тоже не пошел. Сеня, выходи. Мама нас нашла. Да-да-да, нашла. Ну, давайте уже одеваться. Ну, точно в садик опоздаем. И, кстати, эти коробки не игрушки. А зачем они нам? Чтобы вещи собирать. Зачем? Вы что, переезжаете? Не знаю. Возможно. Куда? К папе, в дом. Ты же хотела там жить. А я, а я что, теперь к вам в гости не смогу приходить? Ну, конечно, сможешь. А папа знает, что мы к нему переезжаем? Да. Он сам предложил это. Ну, давай пока не будем это обсуждать. Я просто не знаю, правильно ли я поступаю или нет. Тетя Юля, а разве взрослые могут поступать неправильно? Еще как! Ты еще не уехала? Нет, я тоже рада тебя видеть. Ты забыла у меня это? Пойдем кофе выпим. Пятнадцать минут. Скажут, что был на встрече со мной. Я забыла тебе документы передать. Или наоборот. Пойдем кофе. Привет. Привет. Папа, привет. А это правда, что мы к тебе переезжаем? А я буду к вам в гости приезжать? Конечно, правда. А теперь быстро в машину и отвезу вас в сад. Мы и так уже сильно опаздываем. Олег, это лишнее. Мы бы и сами спокойно добрались не в первый раз. На что, если я соскучился? Так быстро? Как ты с ними двумя справляешься? У меня на работе таких двадцать пять. Так что двое, это еще не страшно. Юль, отдавай Лешке братика родину. Или сестричку. Что скажешь? Олег. Отожди. Открою. Юль, давай начнем все сначала. Просто дай мне еще один шанс. На этот раз я тебя не подведу. А ведь шесть лет назад я бы все отдала за такое утром. Только на семейной кухне. Пятнадцать минут прошло. Тебе счастливого пути, а мне пора. Вить, я тебе удивляюсь. Как ты все успеваешь? Аня, давай расстанемся по-хорошему. Привет, я Зосений. Только уже на теле. Подождешь? Это кто, медвежонок? Это чебурешка. Понятно. Красивый. А когда тебя выписали? Еще вчера. Ну, если честно, меня не выписали, я сама ушла. Как сама? Жень, ну ты же врач. Как ты вообще до такого додумалась? А если бы твои пациенты... Юль, пожалуйста. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Как твои дела? Как Олег? Предлагает съезжаться. Говорит, какой смысл платить ползарплаты за квартиру, если у него стоит пустой дом? А ты что? А что я? Сама понимаешь, с моей зарплатой заработать на свое жилье у меня вряд ли когда-нибудь получится. Да не такой он и плохой. Если честно. Когда выпьет, его начинает нести. Ну, когда трезвый. Вот, колечко подарил. Говорит, можно считать, что нашей помолвкой. То есть, ты для себя уже все решила? Люблю его. И время уже прошло. И обиды все помню. Но все равно мне никто, кроме него, не нужен. Осуждаешь, да? Нет, просто, что просто. Ничего. Мам! Сеня! Смотри, что я сделала. Ух ты, какой красивый дельфин. Умница. Давай, девайся. Так, я что-то сказать хотела. Ничего, потом. Пока. Уже весь офис обсуждает, как ты вчера с этой проверяющей Сниткиной уехал в невменяемом состоянии. Даже непонятно, кто кого из вас на себя тащил. Нет, так вы друг друга обцепились. Арсений Яковлевич, не надо мне читать лекции. Я взрослый мальчик, и я сам разберусь с этим. Извините. Арсений Яковлевич, можно идти? Мам, я быстрее тебя и папы. Да ты у нас молодец, сынок. А у меня так быстро не получается. Сейчас я тебе помогу. Да, малыш, помоги папе, а мне нужно выйти на пару часов. Куда? Не важно. Сынок, собери мою лошадку. Ладно, я сейчас. Жень, что происходит? Ты ничего не хочешь мне объяснить? Нет. И все. Да. Ладно. Хочешь, давай поговорим? Нет, не хочу. Жень, я понимаю, ты на меня злишься, но... Я опаздываю, меня ждет человек. Какой человек? Куда опаздываешь? Евгения, я все-таки твой муж. Я имею право знать. У тебя столько секретов от жены, что ты не имеешь такого права. Я собрал лошадку. А куда мама ушла? Я и сам бы хотел знать ответ на этот вопрос. Здравствуйте, Евгения Семеновна. С удовольствием принял ваше приглашение. Только для чего такая таинственность? Я хочу вам сказать, что я вспомнила, кто толкнул меня у ресторана в тот вечер. Вы решили меня угрожать? Думайте, как хотите. Вы классический домашний тиран и насильник. И хоть Юля так не считает, а я уверена, что бывших домашних насильников не бывает. Поэтому я вас предупреждаю, если вы еще раз поднимете на нее руку, то окажетесь в суде. Это я вам обещаю. Евгения Семеновна, а вы немного на себя берете? Немного. И помните, за нее есть кому постоять. Субтитры подогнал «Симон» и «Симон» и «Симон» и «Симон» и «Симон»?» Субтитры подогнал «Симон» и 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 «Сим Ну, что ты скажешь? Ну, тогда скажи мне это прямо в глазах. Ты еще долго будешь мне врать? Жень, что опять случилось? Сколько еще ты собираешься водить домой любовниц и спать с ними в нашей постели? Жень, какие любовницы? Ты в своем уме? Вот какие любовницы. Вот, значит, куда делись мои сережки. Шесть лет назад удивительным образом пропали, а тут вдруг нашлись. Это мои? Или ты ей такие же подарил? Я тебя спрашиваю в последний раз. Кто она? Жень, я тебе отвечаю в последний раз. У меня нет никакой любовницы. Ну, что ж. Тогда это и в самом деле в последний раз. Ты сам этого хотела. Они в― Что? Как я? Сupэш? Супэш? А-а-а. Супэш? Супэш würd Супэш? Субтитры сделал DimaTorzok Богданова Евгения Семеновна? Да, что случилось? Вам придется проехать с нами. А что случилось? Что-то с Семеновым. Вы задержаны по подозрению в покушении на убийство вашего супруга. Богданова Виктора Максимовича. Как Богданов? Я могу с ним поговорить? Это вряд ли. Состояние стабильно тяжелое. Что это значит? Мы делаем все, что от нас зависит, но мы же не боги, понимаете? Мне буквально пару вопросов задать. Молодой человек, а какие вопросы? Вы меня слышите или нет? Пациент без сознания. То есть дела совсем плохи? Ну, все будет зависеть от организма Богданова. Так сказать, от его скрытых ресурсов. Но я бы на вашем месте на чудо не надеялся. Я позвоню завтра утром, хорошо? Конечно звоните. Привет. Привет. Зайдешь? Нет, сил нет ни на что. Как же я устала. Так, раздевайся. Накормлю тебя ужином, заодно и поболтаем. Сеню я накормила. Так что не переживай. Послушай, у меня самое страшное остаться со своей бедой наедине. Ну, ты же не одна. У тебя есть я. Выпить хочешь? У меня еще и одно с днём рождения осталось. Налить? Не веришь? Я вообще ничего не хочу. Ясно. Без тяжелой артиллерии здесь не обойтись. Юль, ну ты же знаешь, я за рулем. Ничего. Оставишь машину у меня во дворе. Завтра заберешь? Давай. Женечка, ну тебе нужно расслабиться. Как? Как я могу расслабиться? А не думать, что я хотела отравить Витю? Ну, ты себе это представляешь? Юль, может ты мне объяснишь, а? Как им вообще такое могло в голову прийти? Да я, если честно, сама ничего не понимаю. Ну, выгнать, да. Развестись, да. Я уже об этом думала. Ну, отравить? Зачем? Вот зачем мне нужно было это делать? Ну, успокойся, Жень. Я думаю, не сегодня, а завтра полиция во всем разберется. Вот увидишь. А если они не разберутся, что тогда? Ты что, издеваешься? Да я первая пойду к этому следователю и заявлю, что ты просто физически не могла кого-то убить. Ты добрый человек. Ты помогаешь людям рождаться на свет. А убить? Как это вообще в голову могло прийти? Ну, чего ты не кушаешь? Ну, остыни же, Женька. Я разговаривал с вашим лечащим врачом. Результаты анализов уже готовы. У вас в крови обнаружен антидепрессант. Я не принимаю антидепрессанты. Вот это как раз самое интересное. У вас ведь больная щитовидка? Да, с трех лет. Известно ли вам, что прием антидепрессантов в сочетании с патологией щитовидной железы может вызвать анафилактический шок? Никогда не интересовала эта тема. Ну, это с вами чуть не случилось. Если бы не врачи скорой помощи, вы бы умерли. Слава Богу, что станция скорой помощи находится в квартале от вашего офиса. И еще, вы знали, что антидепрессанты принимает ваша жена Евгения Богданова? Кажется, что-то такое она говорила. Какие у вас были отношения? В последнее время отношения были натянуты. Даже скандал был накануне. Вы хотите сказать, что это она? А когда вы с ней виделись в последний раз? Вчера. Она приходила ко мне, мы поссорились. И что потом? Можете вспомнить во всех подробностях? Она стояла у стола. Я пил кофе. Евгения Семеновна, можно? Да, Злата, заходите. Там у Боровых из четвертой палаты сфатки никак не начнутся. Может, глянете? Буквально пять минут я иду. Да. И еще. Кириенко. Совсем с ума сошла. То говорит, заберу ребенка, то отдайте его в дом малютки. Мальчишка у нее с загляденья. Может, вы поговорите с ней, Евгения Семеновна? Ну, не дайте две жизни сломать, а? Я с ней обязательно поговорю. Да. И еще. Извините. Алло. Да, у меня есть ваш номер телефона. Что? Через час жду вас у себя в кабинете. Евгения Семеновна, я не шучу. Если через час вас не будет в моем кабинете, я пошлю за вами наряд полиции. И вас привезут в наручниках. Вы этого хотите? Значит, никаких, но я жду вас. Все хорошо? Злата, мне сейчас нужно срочно уйти. К Боровых вызовите Дмитрия Ивановича. Скажете, что от меня, я думаю, он разберется. А с Кириенко поговорите сами. Расскажите ей о тех мамочках, которые вначале бросают своих детей, а потом стоят перед нами на коленях, чтобы только узнать, куда их увезли. У вас все получится, я вас уверена. Только будьте с ней честны. До свидания. Жил-был медведь. И звали его Михаил Иванович. Ой. Алло, да. Юль, привет. Привет, Федь. Как Сеня? Он с тобой? Ты сейчас его видишь? Да. Почему такие вопросы? Его Женя привела? Ну, кто ж еще? Я думаю, ты должна знать. По-видимому, Женя хотела меня отравить. Дети, идите поиграть с игрушками. Хорошо, потом дочитаем. Вить, я все это уже знаю. Я не верю, что Женя на это способна. Ну, я видел результаты анализа. Ее антидепрессанты в сочетании с моей дисфункцией щитовидки верная смерть. Да быть этого не может. Ты какую-то чушь несешь. Чушь несут? Да она вчера ко мне в кабинет ворвалась. Орала. Была не в себе. Кричала, что я сплю с другой. Потом подсыпала мне что-то в кофе, как я теперь понимаю. И вот потом этот приступ. Что она может подсыпать? Она ведь не сумасшедшая. Да я уже теперь в этом не уверен. Вить, что ты говоришь? То, что думаю. Не отдавай ей Сене под любым предлогом. Я не знаю, что у нее в голове. Значит, вам было известно о наличии у Виктора Богданова патологии щитовидной железы. Вы меня вчера уже об этом спрашивали. Неужели это повод срывать меня с работы? Давайте я буду спрашивать, а вы отвечать. Хорошо. У меня к вам только один вопрос. Что с Витей? Почему меня к нему не пускают? Евгения Семеновна, это уже два вопроса. Но так и быть, на один из них я отвечу. Врачи говорят, что все обошлось. Но давайте вернемся к нашему разговору. Было ли вам известно, что антидепрессант, который вы принимаете, может в сочетании с патологией щитовидной железы привести к анафилактическому шоку, отеку квинке и смерти? Нет, у меня нет патологии щитовидной железы. Какие у вас отношения в последнее время были с мужем? Он мне изменил. Бывали ли у вас скандалы по этому поводу? Скажем так, вчера я пришла к нему на работу с требованием признаться в том, что у него есть любовница. Я нашла доказательство. Какое доказательство? Сережку он мне подарил такие же шесть лет назад. Но они потерялись. Не может же Сережка шесть лет пролежать под кроватью незамеченной? И из-за этой Сережки вы решили убить своего мужа. А, ну почему вы мне не верите? Витенька, я только сейчас узнала. Ну, как ты? Все в порядке уже. Все более-менее. Через пару дней выпишут. Ну, слава Богу. А то я так перепугалась. Это кошмар какой-то. Что говорит полиция? У них есть версия, кто это сделал? Все указывает на Женю. Больше некому. Евгения Семеновна, скажите, а кому могла быть выгодна смерть вашего мужа? Я не знаю. По-моему, у Вити нет врагов. Я. Хорошо, понятно, спасибо. Давайте ваш пропуск. Вы можете пока быть свободны. Только прошу вас, никуда не уезжать. Звонили из лаборатории. По результатам анализа содержимого чашки, из которой пил потерпевший, следов антидепрессанта не обнаружено. Всего хорошего. До свидания. Привет. Привет. А что случилось? Ничего, все хорошо. Женя, а ты не против, если Сеня у нас переночует? Дело в том, что мальчишки не наигрались. Ну, завтра наиграются. Да, конечно. Но, может, тебе отдохнуть нужно. Сеня у вас мальчик шустрый. Юля, что происходит? Да ничего не происходит. Они просто еще не поужинали. Он дома поужинает. Позови его, пожалуйста. Прости. Я тебе не отдам ребенка. Что? Почему? Мне сегодня звонил Виктор. Только не обижайся. После травмы ты иногда сама на себя не похожа. То есть, ты считаешь, что я могу навредить собственному сыну? Я считаю, что у меня ему будет безопасней. Ты же врач, Жень. Ты сама мне рассказывала, что твой доктор предупреждал, что травма головы может спровоцировать бесконтрольное поведение. В крайне редких случаях. Ну, может. Я только что пришла из полиции. Следователь сказал, что они снимают с меня все подозрения. Ну, вот и хорошо. Женечка, родная. Давай просто дождемся, когда Виктора выпишут из больницы. Мы сядем, обсудим и решим, как дальше жить. Пять минут, не больше. Добрый вечер, Виктор Максимович. Буквально пару вопросов. Да, конечно, спрашивайте. Вы принимаете какие-то таблетки? Я имею в виду не сейчас, а на постоянной основе. От головной боли я много работаю, почти не отдыхаю. И вы постоянно носите их с собой? Нет, зачем. У меня две упаковки. Одна в домашней аптечке, а вторая на работе в верхнем ящике стола. А зачем вы спрашиваете? В тот день, после скандала с женой, вы пили эти таблетки? Да, сразу после того, как Женя ушла. Где сейчас эти таблетки? Думаю, что там же, в ящике стола, где ему еще быть. И все-таки, почему вы спрашиваете о них? ГРУСТНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Юль, можешь мне объяснить, зачем я это чиню, если вы скоро отсюда съезжаете? Или передумала? Алло, Давидь. Юль, привет. Привет. Ты сейчас занята? Да нет, а в чем дело? А не будет большой наглостью попросить тебя сегодня заехать ко мне? Нужно поговорить, это важно. Ну, конечно, я сейчас подъеду. Покорми мальчишек, пожалуйста, мне нужно срочно уехать. К Виктору. Зачем? Ну, хочет поговорить о чем-то, сказал, это важно. Никуда ты не поедешь. Олег! Что, Олег? Я не хочу, чтобы еще и ты ввязывалась в эту историю. Ну, а вдруг ему правда помощь нужна? Я сам с этим разберусь, и это не обсуждается. Олег! Во-первых, мужик мужика поймет намного быстрее. Согласна? А во-вторых, я твой муж. Бывший и будущий. И мой долг сделать так, чтобы ты и наш сын были в безопасности. В какой он больнице? Теперь ты понимаешь, что она врет? Да. Похоже, ты влеп. Женя за последние шесть лет была у меня в кабинете один единственный раз. И то, когда приходила ссориться из-за этих Сережек. А с Нитки на последние две недели была там постоянно. Да, логично. Можешь поехать ко мне домой, убедиться, что у Жени все хорошо. Ну, и как ты себе это представляешь? Здравствуйте, Евгения Семеновна. Как ваши дела? Вас тут никто не убивает, а то ваш муж там сильно переживает. Это не смешно. Просто убедись, что она в безопасности. Поверь, если бы речь шла о Юле, я бы сделал все. Все, о чем бы ты меня не попросил. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА